Барнаулиц Андрей Барыбин с детства любил животных. Раньше ухаживал за кошками и собаками. Семь лет назад перешел на тяжелую экзотическую артиллерию. Сейчас у него живут змеи, пауки, тараканы, хамелеон и ящерица Эублефар. Я просто настолько к ним привык, настолько преисполнился той мыслью, что они всегда живут рядом, что на самом деле это тоже как член семьи. Императорский удав с Андреем уже пять лет. Желтый тигровый питон полтора года. Хоть и спокойные, но на руках сидеть не любят. Стремятся сбежать и свернуться клубочком в укромном месте. Это действительно мастера компактности, даже когда к 25 годам достигают пика роста – 5 метров. У каждой змеи свой характер, свои уникальные особенности. Такие вот желтые, это больше альбиносы, они в природе не выживают. То есть это именно разведенный, не то что сказать в неволе, потому что в природе они тоже появляются, но как бы им сложнее спрятаться, на них все охотятся, как бы сложнее выжить. А эту ящерицу заметишь не сразу. Хамелеон – мастер маскировки. Умеет менять окраску и сливаться с обстановкой. Что интересно, у этого малыша с детства проблемы со зрением. Он не видит левым глазом, поэтому одна сторона его тела темнее, чем другая. В дикой природе это могло бы стать для хамелеона проблемой, но ему повезло. Еще и кормят по расписанию. Этот еминский хамелеон-лопушок воспринял мой палец как еду. Как говорит его хозяин, он вечно голодный, но он уже попробовал на вкус мой палец, понял, что это не жучок, не червячок, и отпустил, и дальше сидит в ожидании приема пищи. Эти ребята могли бы стать пищей для хамелеона, но Андрей над ними жалился. Он взял шипящих мадагаскарских тараканов из добрых рук и решил оставить как питомцев. Особенности этих насекомых – необычные звуки, которые они издают. Так они защищаются от чужаков. Я насекомых, боюсь, панически и трогать не стала. А вот наш оператор Алексей не упустил возможности раззадорить шипящих тараканов. Тоже с характером. Смотри, вот этот такой злой самый. Кто по-настоящему злой, так это полосато-белый птицеед. Вид пауков широко распространенный в Южной Америке. Конкретно этот товарищ не ручной от слова совсем. Встает в позу, что не трогай меня, я буду защищаться. И потом уже, если не получается, он пытается укусить. И что это? Пожалуйста, уходи. Эта самка мексиканского красноколенного птицееда тоже не в восторге от того, что ее берут на руки, но ведет себя спокойно. Она была размером с половину ногтя, когда появилась у Андрея. Сейчас ей 4 года. Пауки птицееды могут жить до 25 лет. Это самки. А самсы, они где-то года 4-5, это их максимум. Как у нас с вами, мужчины долго не живут, так и у них. То есть у самки, что они живут очень долго. Если завел одного экзотического питомца, то рано или поздно возьмешь второго, третьего и четвертого, признается Андрей. Он и сейчас пытается остановиться, но уже заглядывается на другие виды ящериц. Анастасия Меншакова, Алексей Михайлов. Новости.